Нет пропущенных в этой игре. Середина первого тайма и Коста-Риканцы в атаке. Уренье. Кокес. Хороший заброс на Уренье. Но здесь удачно. И гол! Вот это да! Первый же удар в створ ворот и Брайан Руиз забивает мяч в ворота сборной Бельгии. Но так бельгийцы не пропускали, не пропускали долгое время. Иначе вам пропустили от сборной Коста-Рики. И беги вообще 18 матчей подряд при Роберто Мартинесе не проигрывает. И вот проигрывает сейчас Коста-Риканцам. Пока все по плану Азара. Играют и здорово бельгийцы. Значит, будут проиграть. Ничего страшного. На самом деле. Еще слишком рано. Боятся. Вот то, что не удалось сделать Оскару Туарта в самом начале, попасть по мячу, сделал сейчас более техничный и адаптированный к таким ударам Брайан Руиз. Здорово пробил. Тибо Куртуа, конечно, здесь со своим двухметровым ростом не успел как следует сложиться. Голевая передача Яну Фертонгину. И удар Диане, да. Уголок здорово пробил. Ну, да, наверное, не стоило Фертонгину выносить мяч прямо так. В лоб буквально на соперника. Ну и Тоби, Алдарвея. Помнишь, какой он сделал пару шагов в Краснодаре, положил в наш ворота? Нет. Там задержался правый защитник. Ромео Лукако. Это вот такая первая фаза атаки. Здесь Лукако не нашел решения. Но, смотри, все мячи, которые костариканцы выносят, они достаются сборной Бельгии. Ну да, положение нигра здесь не было. Удивительно, конечно, что Азар увидел эту передачу. Увидел и исполнил. Ты думаешь, что все-таки это была передача, да? Мне почему кажется, что Азар пытался пробить? Но хороший удар не пропадает. Мертен с Лукако. Два до одного. Ну, мы акции, которую они обландали до Лукако. Забачим, при этом подании Дебруйна, какую свободу имел Мертен. Крытие так на 5-6 метров до того. Азар убегает от всех. Буквально перевалил их через одну собственную ногу. Который в другую сторону бежит. И вот уже атака прибежала к воротам. И он влетает. А через мяч от головы Ромео Лукако. 13-й в этой фантастической серии. Ну, а здесь передача Насера Шадли. Она просто выше всяких поквал. Потому что он перебивает ближнего игрока. Но не выше прыжка Лукако. Да, и прямо туда, в верхнюю точку отправляет мяч для Ромео Лукако. Чем-то это напоминает набросы в NBA, когда делают над кольцом. И потом сумасшедший слон Данк вбивает Леброн Джеймс условный. И Леброном Джеймсом в этой атаке был именно Ромео Лукако. Какой старательно подстраивался здесь, чтобы его попасть в положение игры. Потом спрятался за спин в нескольких защитников. Прошел тут за строем их. Буквально сместился. Искал точку. И нашел ее. Ну, блин, блин, блин. И успел Ромео Лукако сделать дубль до того, как появится на поле Миши Батшуаи. Но Батшуаи заменит не Лукако, а Азар. Негуманно. Совсем негуманно. Он только-только появился на поле. Гамбоа. Здесь здорово действует Алдер Вейралд. Как же обыгрывает один в один Азар. Азар, Лукако хитрик. Нет, Батшуаи. Зато Батшуаи. Да, Лукако. Вот Лукако не жмот, не жадина. А мог же хитрик сделать. Знаешь, как отлетел Батшуаи сейчас от Лукако. Хотя прыгнулся, раздвижался неплохо. Но отлетел от него, как мячка от стенки. Батшуаи забивает пустые ворота. Практически пустые. Там, по-моему, сейчас и рука еще была подстава. Много стариканская. Как и Деназар разбирается. Просто мандар. Да, причем за счет буквально движения плечами. Так, чуть-чуть покачивая. Пока-пока покачивая. Соперником. Мерси Баку. Так, ну здесь красиво между ног. Вот здесь, вот этим движением он просто убрал соперника. Ну, может быть, и правильно, наверное, Лукак. Вот, судя по этому повтору делал, что возвращал мяч. Все, может быть, даже возвращал его. Не, Батшуаи. Савау. Эденазар. И вот теперь уходит. Ну, видишь, Лукак дал опять замену. Еще.